Я правильно понимаю, вот три года назад, больше трех лет назад, когда возобновился почти в первозданном виде Дартмунд, это площадка Дартмунд, можно считать, что так, три года назад, это где-то 14 мая, в этих отношениях России и Америки сложилась ситуация, похожая на Карибский кризис. Ну а почему нет? Конечно. Я когда-то достаточно хорошо представлял американский бизнес с нефтяной, участвовал как министр в заседаниях гор Черномыргин, там много ездил, значит, проекты мы вели, они все удачные проекты, для России удачные, но это элемент был сотрудничества. А сейчас элемент очень тяжелой конфронтации и много лет, десятилетия, 15 лет я, в общем, как бы Америку не знал. Сейчас по новой окунувшись, по новой я представляю уже свое видение и есть, какие процессы там идут. И даже после первого заседания мне пришлось сделать вывод, что это не на один день, что это курс, причем курс не какого-то одного президента, там еще чего-то. Это курс большого слоя верхней части элиты, политической элиты в первую очередь. Элиты это очень природно. И примерно так вот пришлось трактовать и проинформировать наше руководство. – Как слушали, кто слушал? – Ну как, там же есть, в данном случае опять-таки не слушали, это не в чистом виде лекция, это выступление и дискуссия. И как вообще… – Уже интересовано? – Как и везде, в профессиональных таких, когда приходят, то приходят либо, значит, ну как говорят, выяснить точку зрения, там же пытаются выяснить точку зрения в данном случае тебя. Через тебя понять, ну как, какая-то часть, которую ты отражаешь российского общества, считает, да, тот или иной вопрос. – Это первое. А во-вторых, высказать в дискуссии. И в-третьих, все равно эти площадки, они как мозговой центр и мозговой штурм используются. Ими, по крайней мере, ну и я использую, потому что ты все равно обогащаешься. Это тренинг, это неудобные вопросы, это подтверждение иногда твоих взглядов, а иногда и наоборот, что, слушай, ну у нас-то деметрально типа противоположная точка зрения. И высказывают ее, поэтому это выступление, но потом идет дискуссия. – Юрий Константинович, в Америке… – То есть лекция – это что-то такое академически-университетское, вот я бы это отодвинул. – Юрий Константинович, русских в Америке еще слушают, слышат? – Америка разная. Значит, условно говоря, ниже политической элиты вполне нормальные отношения. Во-первых, все-таки эти два десятилетия других отношений, чем Холодная война, сказались, я считаю. И там, где я сталкиваюсь с людьми, нашими даже, ну что такое два дня официальной работы. Я же там не езжу нигде, сильно не встречаюсь. Ну где-то водитель, да? Где-то тот, кто давно живет уже, российский. Или те, кто занимаются Советским Союзом, занимались, а сейчас Россией, ну там, советологи назовем их, да? Приходят же все равно профессионалы какого-то вопроса. Я считаю, что отношения все нормальные. А вот зато диаметрально обостренно, непреклонно, и за один, два, три, пять, я даже считаю, десять лет неизменно, это курс на конфронтацию верхней части элиты. Причем не группы, это достаточно сложившаяся точка, линия поведения. Это не так просто. Зачастую у нас преподносят, как кто-то там, один, второй, третий, вот не очень хорошие люди. Сложнее все, тяжелее для нас. Надо это правильно понимать без надрыва и правильно выстраивать свою линию. А цель этой конфронтации? Для них? Да. Ну, я думаю, что не частично, а в целом президент выразил, я считаю, и разделяю эту точку зрения. Может, даже повлияли и наши там, значит, наши выводы на это. Это конкуренция, конкуренция, конкуренция. Но когда конкуренция в экономическом плане подкреплена политическими методами, то это уже не конкуренция, это уже конфронтация. Или конкуренция, переходящая в конфронтацию. Поэтому какая часть этой конкуренции экономическая, какая политическая в глобальном мире, это уже, знаешь, я даже не хочу это обсуждать. Это теоретики, там, те, кто занимаются профессионально этим делом, должны взвешивать. Это конфронтация больше экономического свойства убать конкурента, экономического, в чем-то. В энергетике, в военной сфере, ну, военное в плане производства, в первую очередь. Или же это все-таки больше политическое в плане влияния, политического влияния, глобального влияния. Я не берусь это судить. Но это конкуренция, жестокая конкуренция, повторяю, ни на год, ни на два, ни на пять. Это куз. Джентльмены или джентльменством не пахнет? А в конкуренции джентльменства вообще нет никогда. Ну, можно же, как бы сказать, отставив свои интересы понимать, по крайней мере, интересы другого. Нет, я думаю, что мы как раз в этом заблуждаемся. Я еще и еще раз, не нагнетая, хочу сказать, надо быть с открытыми глазами, понимать. Шмардобой. Что люди твердо понимают, появился конкурент. Он не нужен. Поэтому, если даже, знаешь, один раз, два, три, перешли рамки того, что можно назвать в кавычках джентльменства, то ты в четверый, в пятый раз что, должен ждать опять джентльменства? Нет. Все, один, два, три раза уже перешли, перешли. Поэтому надо это понимать. Это жестокая конкуренция. И повернуться к себе. Что при этой конкуренции ты должен сделать? Первое. Это хорошо, что конкуренция. Понимаешь? Это показатель, что ты не слабый. Понимаешь, как это минимум должно заставлять, ну, меня, по крайней мере, говорить себе, что, слушай, мы, оказывается, по мнению... А конкурентов уважают. Да. Хочешь, не хочешь. И вот эти их разговоры, что вы там 3%, а мы там 20% мирового ВВП, они становятся спорными. Ну, так а что вы тогда, ребята, 2-3%-то боитесь? Значит, не в 2-3% дело. Это первое. И второе. Ты, значит, должен очень хорошо представлять, что это не конъюнктурное и не на один день. И тут же хорошо знать их сильные стороны и понять, а в чем ты можешь переиграть и быть сильнее. Я считаю, наша задача – это внутренняя эффективность, внутренняя эффективность, внутренняя эффективность и результат. Вот меньше слов. Сейчас нужно ценить только результат, только результат и только результат. Кто-то говорит, если вот я сейчас все, что, многое, что показывают по телевидению, конечно, не приемлю. Потому что большинство говорящих вот говорят, говорят, а за ними зачастую нет результата. А если нет результата, то говорящие у меня не пользуются уважением. Вот скажите, взгляд сибиряка, именно сибиряка, пропасть непонимания между Соединенными Штатами Америки и Россией сегодня уже смахивает на бездну? Не просто пропасть? Непонимание не уменьшается, я бы так сказал. Может быть, оно где-то вот, я спрашиваю, знаешь, мне нравится понимание в любой ситуации дна. То есть, знаешь, когда ты тяжело-тяжело, но ты нащупал не дно. И когда ты нащупал дно, и ты убежден, что ниже не бывает, то подниматься даже по миллиметру – это уже веселей. В отношениях, я же не говорю в чем-то, в отношениях стран, в преодолении какого-то темы. Вот мы еще не на дне, но где-то близко. Плохо, если это дно будет проявлено через какой-то кризис. Нам бы не было лично, ну да, такой, как провокация, значит, ну типа тогда грузинская эпопея, не дай бог, да. То есть, плохо это. Но, как говорят, надо быть готовым ко всяким ситуациям, и надо нащупать это дно. Но мы где-то близки к дну. Вот по последней моей поездке, посмотрим, что июньское заседание, повторяю, в закрытом режиме нам покажет. Но мы где-то, я считаю, вот подошли к дну. Потому что по ряду вопросов оттенки я почувствовал уже разговоров другие. А вот непонимание... Но непонимание не сужается, оно достаточно такое устоявшееся, противоречиво, противоречиво устоявшееся. Я бы вот сакцентировал на чем внимание. Непонимание между США и Россией, или Россией и США. Ну, я, честно говоря, даже так не делил. Уж чересчур для меня, Константинович, тонкое деление. Это смахивает на анализ сейчас, да кто первый сделал ошибки, те, не те. Я считаю, что США не ожидали такого быстрого укрепления. Но кто первый начал? Не так. Вот ты знаешь, мы сдали, не говоря про причины, мы сдали очень многие позиции. Экономические, там, многие. Даже внутри страны запустили сюда, на рынок, того, чего не было никогда. В мире со многих сегментов ушли. И представь, это место занято. Это деньги. И ты пришел и говоришь, слушайте, я хочу этот кусок взять. И начинаешь брать. Вот как сказать, где мы первые это взяли? Возможно, мы первые замахнулись на кусок, который они уже считали давно своим. Тут разницы нет. А уже все остальное, это не так кто-то выступил, не так мы сказали, Это уже, знаешь, это, как говорят, это завеса. Суть в другом. Россия стала возвращаться на рынки. А в то же время, если энергетический рынок, то Америка сделала колоссальный успех сланцевой нефти и газа. Просто колоссальный, завидный. И ей нужен рынок. То есть невольно. Мы из дополняющих друг друга, они же подписаны соглашения до 2010 года все. Куча соглашений. Когда они говорили, и мы подписались. Вы для нас нефть, газ, мы ту-ту, мы друзья. А условно с 2010 года им это наша нефть и газ не нужны. Ты понимаешь, как резко изменился сам подход. Надо отдать должное, чему надо завидовать. Они очень конкурентные, отмобилизованные и жестоки на результат в экономике. И в результате они очень быстро. Как вот сланцевая. Цена упала. И работало 1700 буровых, стало работать 400. В полгода. Цена поднялась. У них сейчас рост в два раза опять работы буровых. А мы размазни. Мы чересчур доверчивые, добрые. Пока нам по определенному месту, пока пованный сапог не приложится, мы как бы все думаем, что оно вот как-то... Я считаю, что не должно быть растерянности, уныния. У нас очень огромные возможности. Вопрос один. Насколько эффективно и точно на результат мы действуем. Думай о себе, о родине и в последнюю очередь о конкуренте. Думай и добивайся только результата.